1 сентября уже совсем скоро поэтому самое время поговорить о мифах которые в школе выдают за правду 7 вещей о которых нам врут в школе в этом видео номер 1 когда на уроках истории или географии нам что-то рассказывают о викингах то на картинках в учебниках или атласах мы видим бородатых чуваков в шапках с рогами на самом же деле викинги никогда не носили рогатые головные уборы дело в том что в 19 веке при постановке оперы вагнера художник по костюмам для актеров в роли викингов придумал именно такие шапки с тех пор головной убор с рогами это первая ассоциация о викингах номер 2 кровь красного цвета об этом мы знаем с самого детства а в школе нам подтверждают эти данные однако кровь может быть и синего и зеленого цвета дело в том что красный цвет крови придает гемоглобин это пигмент переносящий кислород но у некоторых людей кислород переносит не гемоглобин а другие пигменты поэтому на земле есть несколько тысяч человек с синей кровью и даже фиксировали случаи зеленой крови как правило это говорит о болезни или злоупотребление некоторыми и лекарствами номер три ван гог отрезал себе ухо говорят нам школе когда мы изучаем творчество этого великого художника и в качестве доказательства показывают известный автопортрет с повязкой но на самом деле все было совсем не так ван гог после ссоры со своим приятелем отрезал себе не все ухо а лишь маленькую часть мочки наверное было больно но явно не так ужасно как об этом рассказывают номер 4 в школе нас учили что у человека есть пять чувств зрение слух вкус обоняние и осязание многие и до сих пор так думают но на самом деле чувства человека в разы больше порядка десяти а некоторые ученые считают что все 20 например чувство тепла чувство равновесия чувство движения чувство боли и так далее номер пять говорят что альберт энштейн был невероятно глуп в математике и сдавал этот предмет на двойки это миф эйнштейн еще в юности демонстрировал невероятные способности в математике а миф появился из-за того что довольно долгое время в детстве эйнштейн учился в германии а там другая система оценок и единица это наоборот высший балл так что может эйнштейн и не был отличником но точно не отставал номер 6 на уроках анатомии учителя нередко рассказывают что мозг человека работает только на 10 процентов от своих возможностей и это абсолютное вранье все последние исследования говорят что большая часть головного мозга активно задействована в жизни человека трудится наша голова даже тогда когда мы спим так что не нужно верить сказкам про светлое будущее когда человек научиться использовать весь свой мозг номер 7 еще один частый исторический миф это рост наполеона на уроках истории вы наверняка слышали о его маленьком росте конечно по сегодняшним меркам 1 метр 68 сантиметров а именно такой рост был у императора это немного но для людей того времени этот рост был намного выше среднего так что наполеон конечно не был великаном но и карликом его явно не назовешь